Всем привет с вами Александр и сегодня мы рассмотрим смартфон от компании LG G Pro Lite Dual давайте откроем коробочку и посмотрим что в комплектации сам смартфон далее руководство пользователя аккумулятор аккумулятор находится уже непосредственно в самом смартфоне переходник usb micro usb и usb за адаптер питания это отложим и перейдем непосредственно к обзору смартфона смартфон выполнен в черном цвете также вариант расцветки есть еще и белый вот так вот они смотрятся смартфон имеет диагональ пять с половиной дюймов на передней панели мы видим динамик фронтальную камеру 1 3 мегапикселя датчики снизу четыре клавиши сенсорные три из них стандартные андроидовские и одна клавиша для переключения сим карточек снизу два динамика micro usb разъем для зарядки и подключения к компьютеру и микрофон справа клавиша включения выключения также блокировки экрана сверху мы видим три с половиной миллиметра разъем для наушников и кнопочку hard reset с левой стороны качельки громкости и это специальная кнопочка сделанная компанией lg на которую вы можете запрограммировать какое-то приложение чтобы иметь к нему быстрый доступ сзади крышка задняя глянцевая мы видим здесь 8 мегапиксельную камеру со вспышкой давайте откроем крышечку посмотрим что внутри крышка снимается достаточно просто здесь мы видим литийную батарею на 3140 миллиампер часов два слота для сим карточек они тут друг над другом и слот для карты памяти micro sd до 32 гигабайт можно ее сюда вставлять данный телефон является планшета фоном здесь еще есть стилус вот он давайте покажу выглядит вот таким вот образом включим телефон попробуем им пользоваться вот так вот разглокировка происходит здесь 7 рабочих столов переключаются они циклически можно стилусом можно пальцем кому как удобнее в принципе я попользовался этим смартфоном и скажу так что стилус здесь выполняет очень незначительную роль то есть преимущество пользования стилусом она будет только для тех кому нравится им пользоваться потому что рукописного текста я здесь не нашел рукописного ввода пытался взойти в заметки но ничего никак и способы способов вводить рукописный тех чтобы он потом распознавался я не нашел хотя может кому-то удобнее переключать и набирать не руками а стилусом сенсорные кнопки естественно стилус не работает такие пироги поэтому все таки стилус мы отложим будем пользоваться классическим пальцем давайте зайдем тут у benchmark посмотрим какие тесты он нам показал я считаю достаточно скромный результат для смартфона данной ценовой категории 8395 очков посмотрим что у него по характеристикам это модель процессора от мтк мт6577 процессор здесь двухъядерный с тактовой частотой 1 гигагерц разрешение дисплея 540 на 960 память у нас 8 гигабайт общее память устройство доступно 4700 метров 47 гигабайта доступно пользователю из этих восьми далее плотность пикселей 240 точек фронтальная камера по тесту показывается 1 и 9 мегапикселей однако на сайте производителя говорится о 1 3 мегапикселя далее датчики тут есть датчик направления датчик приближения магнитный компас и датчик дистанции больше датчиков здесь не видно в принципе это достаточно облегченная версия смартфона lg optimus pro давайте запустим real racing посмотрим насколько он тянет трехмерные качественные игры хотя при любых раскладах данные технические характеристики не позволяют запускать слишком ресурсоемкие приложения то есть основная цель при создании данного смартфона было создать смартфон с большим экраном за доступную цену ну что сказать график он воспроизводит достаточно неплохо конечно чуть-чуть подтормаживает слышно даже что ему тяжело обрабатывать данную игру графика тут самой игре хорошая однако на виден и гравий из-под колес в принципе в любом случае 3d игры играть на нем можно будет так давайте зайдем в интернет посмотрим каким образом здесь серфится для интернета я как раз и возьму стилус потому что в принципе иногда мелкие вещи гораздо удобнее набирать стилусом q.ru перейдем на сайт нашего магазина увеличить не увеличит двойное касание как видите с помощью стилуса можно достаточно точно попадать всякие мелкие объекты без приближения давайте посмотрим страницу он полностью адаптирует под размер экрана к примеру зайдем на страничку самсунга что нам скажет давайте увеличим загрузим видео посмотрим каким образом воспроизводится видео здесь youtube и заодно проверим громкость динамиков сейчас громкость динамиков на максимуме динамики вот они здесь так ну поехали ну как вы слышите все очень достаточно качественно звук достаточно громкий к этому нареканий нету давайте выйдем из браузера и посмотрим какова же здесь камера тача он слушается не очень хорошо здесь есть точечная фокусировка давайте посмотрим я считаю что свои 8 мегапикселей камера скажем так отрабатывает достаточно полностью вот такой вот интересный смартфончик от компании lg хочу сказать что он у меня оставил достаточно двоякие ощущения потому что с одной стороны это скажем так закос под samsung galaxy note а некоторые функции которые ну лично я особо оценил это адекватное распознавание адекватное распознавание письменного текста он не поддерживает однако ну и начинка слабая процессор достаточно слабенький объем оперативной памяти 1 гигабайт тоже небольшой вот на разрешение как раз жаловаться не буду хоть потому что хотя она и небольшое всего лишь 540 на 960 однако за счет IPS экрана здесь пикселизация почти незаметно тем не менее для тех кто хотел бы приобрести себе планшета фон то бишь наполовину смартфон наполовину планшет с большим экраном по доступной цене с двумя сим картами я считаю что данное приобретение будет достаточно интересным полезным на этом все спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте лайки вопросы задавайте в комментарии и вот двумя все кросского изменилось это например podemos переговоран не пальцем снова